В столице награждают победителей городского конкурса «Янбек Жола». Это уже традиционное мероприятие. В текущем году на конкурс приняли 82 заявки. Но в финал прошли лишь трое конкурсантов в номинациях «Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник производства» и «Лучший наставник работающей молодежи». Наш корреспондент Синья Кубжасарова сейчас находится в Государственной академической филармонии, где и проходит торжество. Синья, вам слово. Добрый день, студия. Да, действительно, сегодня здесь, в столичной филармонии, определяют лучших работников Астаны, вне зависимости от отрасли и профессии. Сразу отмечу, конкурс организован в рамках программной статьи президента «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Так вот, на конкурс принято 82 заявки. Конкурсанты представили презентационное видео о себе, копии трудовых книжек и рекомендательные письма от профсоюзов. Собственно, эти документы как раз-таки изучали члены жюри. Так вот, три лучших работника уже определены, их наградили. Они получили дипломы и по миллиону тенге. Организаторы конкурса отмечают, что с каждым годом, а это с 2016 года, конкуренция становится все сильнее, сильнее и сильнее. В чем особенность нынешнего, расскажет Ерлан Исмагулов, представитель столичного Акимата. Они же организаторы конкурса. Ерлан Цапарвинович, скажите, пожалуйста, в чем особенность нынешнего конкурса? Какова была конкуренция, пожалуйста? Ну, в этом году, как вы уже отметили, 82 заявки у нас было. Если сравнить с прошлым годом, то у нас 30 человек участвовало. В этом году, как бы, в основном это работники образования, также здравоохранения, коммунального хозяйства участвовали в данном конкурсе. Комиссии были отобраны три по каждой номинации лучшие работники. То есть это лучшая трудовая династия, лучший наставник трудовой молодежи, также лучший молодой сотрудник. По ним комиссия определила. По каждому были вручены памятные сертификаты, то есть, как вы уже отметили, по 1 миллиону деньги, также благодарственные письма. Далее, представив данные на региональном уровне, они далее будут участвовать в республиканском. То есть это будет уже в конце сентября. Ирлан Сапоровинович, мы можем сказать именно о конкуренции? Участники готовились как-то иначе, может быть. Вот об этом, пожалуйста. Ну, в этом году, то есть, учитывается, прежде всего, это, если взять трудовую династию, то это их продолжительность династии. То есть, если взять семью Амангельдиновых, это сотрудник КТЖ, она, у них общий трудовой стаж суммированный, насчитывает 797 лет. То есть, поэтому, это, как бы, у нас впервые такой, именно продолжительный стаж, и, как бы, это очень здорово. Это действительно здорово. Спасибо вам большое. К слову, в регионах в течение сентября также проходят торжественные мероприятия, награждают тоже троих победителей. Республиканский этап конкурса состоится 22 сентября. Тогда и будут известны имена победителей лучших династий трудовых и лучших работников. Собственно, у меня на этом все. Студия. Благодарю. Саня Кубжасарова была с нами на связи.